Встреча госсекретаря Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкина с генсеком Компартии Китая Си Цзиньпином отложена на неопределенный срок. А всему виной воздушный шар. Китайские шпионские аэростаты несколько дней назад заметили в небе над штатом Монтана. Это одно из мест базирования ядерных боеголовок. О деталях происшествия и последствиях для дипломатии расскажет Данила Кобза. Коммунистический гегемонт посылает высотный воздушный шар-шпион в США. В том, что аэростат китайский, Вашингтон не сомневается. КНР же заявляет, что шар метеорологический и залетел в воздушное пространство Штатов случайно. Шар из Китая. Он гражданский, используемый в исследовательских, в основном в метеорологических целях, под влиянием западных ветров и с ограниченными возможностями самоуправления. Аэростат далеко отклонился от запланированного курса. Китайская сторона сожалеет о непреднамеренном проникновении шара в воздушное пространство США. Всё здесь с форш-мажорными обстоятельствами. Из официального заявления на сайте МИД КНР. Такая риторика не удовлетворила Вашингтон. Менее чем за сутки до вылета Блинкен отменяет визит. А ведь ожидалось, что встреча с главой КНР разрядит обострённые отношения между странами. Вместо этого – новый виток кризиса. К тому же в Пентагоне обнаружили ещё один шар шпион. Теперь – над Латинской Америкой. По заявлениям чиновников Минобороны США, шпионская активность Китая значительно возросла в последнее время. А в Госдепе подчёркивают – не оставят без внимания этот инцидент. Решение Китая запустить разведывательный аэростат над континентальной частью Соединённых Штатов неприемливо и безответственно. Это нарушение нашего суверенитета, нарушение международного права. И было очень важно, чтобы мы, конечно же, предприняли действия для защиты любой конфиденциальной информации, для защиты наших людей. И ясно дали понять Китаю, что, опять же, это неприемлемое, а также безответственное действие. На сорванной встрече Блинкен и Си должны были обсудить деэскалацию противостояния между странами и войну в Украине. На данный момент Китай оказывает косвенную поддержку Кремлю за счёт обхода санкций, закупок нефти и поставок снаряжения для пехоты. Вашингтон хочет предупредить углубление взаимодействия Пекина и Москвы и не допустить прямых поставок вооружения. По словам экспертов, именно отсутствие шагов на встречу в этом вопросе со стороны Китая могло стать главной причиной отмены поездки. По моему убеждению, Китай не отступится от своих пророссийских позиций и в дальнейшем будет действовать так, как он действует. Ведь нет никаких признаков, что Китай что-то хочет изменить в своём взаимодействии с Россией. Страх перед санкциями или определённые превентивные санкции смогут его остановить. И в таком случае, может, и не будет никакого визита в Москву. Си Цзиньпин может также встретиться с Путиным в Москве в марте. С начала полномасштабного вторжения России в Украину это будет вторая встреча лидеров. Встречу запросила российская сторона. Однако официального подтверждения визита в Москву администрация Генсека Компартии Китая пока не давала. Данила Кобза для телеканала Freedom. Дмитрий Ефремов, эксперт Украинской ассоциации киты и ведов. Присоединяйся к нам. Добрый вечер, Дмитрий. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, вы следили за этим увлекательным путешествием через Штаты? Если посмотреть на карту, к сожалению, не часто показывают, как этот шар летел. Ровно пересек с северо-запада на юго-восток все Соединенные Штаты Америки. Следили за этим квестом? Ну, что тут увлекательного следить за тем, как объект движется по небу. Ну, не просто объект. Объект с большими геополитическими последствиями, скажем так. Естественно, я следил за тем, как реагирует на это все, как это комментирует и так далее. Ну, хотя это да, не на НСПЛОСе, а на Тайвань. Но, тем не менее, скандал-то разгорелся. С одной стороны, отменяет Блинкин свой визит. С другой стороны, Китай заявляет, говорит, так подождите, у нас дата как бы не объявлялась, не обсуждалось конкретно это. Поэтому, смотрите, вроде как и не отменено. Как-то повлиял вообще этот вопрос с этим шаром действительно на какие-то взаимодействия между США и Китаем? Дело в том, что, смотрите, давайте отталкиваться от того, что им нужно действительно поговорить. Есть темы для разговора, тем очень много, лидеры встречаются редко, а глобальные проблемы, которые решаются с помощью их участия, накапливаются и накапливаются. Поэтому поездка, естественно, нужна, нужна всем, не только Соединенным Штатам, не только Китаю, но и всем остальным странам мира для того, чтобы посмотреть, какие будут результаты переговоров, могут ли стороны договариваться, есть ли у них основания для того, чтобы избегать конфронтации, искать точки соприкосновения. С этой точки зрения именно этот визит был очень важен. И то, что он отложен, это действительно настораживает. Дальше мы можем разбираться, почему отложен. И вот как вот этот полет шарика повлиял на весь этот процесс. Дело в том, что пока еще однозначно сделать выводы сложно. Почему? Потому что стороны сделали всего лишь по одному шагу в рамках вот этой новой ситуации. И просто пока недостаточно информации для того, чтобы сделать какие-то долгосрочные оценки. То есть, когда мы будем знать, например, дату визита, насколько он перенесен, как это корреспондируется с другими действиями китайских органов власти, уполномоченных реализовывать внешнюю политику. Вот те же визиты в Россию, про которые вы вспоминали. Когда вся эта информация будет в наявности, можно будет судить о том, насколько стороны были, как это сказать, готовы использовать этот инцидент для того, чтобы корректировать свои поточные взаимоотношения. Ну, все-таки верну вас опять к аэростату. Это провокация была? Так вот, я же и говорю, что пока что мы не можем сказать, провокация или нет. Но, возможно, это была такая ситуация, что правая рука не знала, что делала левая рука. Хотя, с другой стороны, у нас есть информация, что эти шарики летают довольно часто и не только в сторону Соединенных Штатов, но и над Филиппинами, и над другими странами Южно-Юго-Восточной Азии. Их почему-то очень сильно привлекают те места, где сосредоточены американские военные базы, а также военные базы местных сил обороны тех стран, в которые этот шарик летает. Поэтому, да. Но, с другой стороны, мы наблюдаем, что он очень уязвим и как бы легко обнаруживаем. То есть это не настолько совершенная шпионская технология. И, естественно, компрометировать себя такими вещами, ну, это немножко нестратегический подход к ситуации. Поэтому, да, есть основания говорить, что и такая версия правдоподобная, что возникла какая-то нестыковка, это была действительно частная инициатива. Но есть основания также и весомые основания подозревать, что все эти происшествия, они были неспроста. Интересный анализ этого инцидента с аэростатом, с этим шаром, представил сегодня Экономист. И они пишут о том, что вообще отношения Штатов и Китая сейчас в такой стадии, что любой мелкий инцидент, который может действительно оказаться случайностью, может вывести эти отношения из какого-то равновесия, может быть, даже видимого. И поэтому аналитики издания призывают создать некоторые защитные механизмы, некоторые заградительные механизмы, которые бы эти отношения не разрушили. Ну, например, предлагается, как в годы Холодной войны, когда Вашингтон и Москва создали прямую стратегическую связь, и, кстати, эта связь до сих пор работает между генеральными штабами двух стран, создать такую же связь между Пекином и Вашингтоном, или, например, создать протоколы для кораблей и самолетов двух держав. Как Вы думаете, пойдут ли страны, может быть, не на сближение, но на, скажем, предохранительные меры, чтобы впредь ничто не могло привести к непредсказуемым последствиям? Да, или к инцидентам, которые могли бы быть истолкованы в двух направлениях одновременно. Действительно, вот у экспертов Reikonomist такая же приблизительная точка зрения, как и моя. То есть, действительно, эти взаимоотношения между США и Китаем очень уязвимы. Они могут... У нас связь с Дмитрием. ...какие-то маленькие гномены могут на них повлиять, сколько то, что мир очень зависит от стабильности взаимоотношений между этими двумя гигантами. И, естественно, в этом контексте нам очень важно, чтобы в их отношениях была определенная стабильность. Поэтому, конечно, такие механизмы действительно бы способствовали тому, чтобы серая зона в их взаимоотношениях была существенно сужена. Чтобы добиваться каких-то результатов, нужна встреча. И когда встреча произойдет, когда стороны опубликуют по результатам встречи какие-то пресс-релизы, тогда можно будет судить, насколько это продуктивно, насколько стороны движутся на встречу друг к другу. А вот действительно, насколько они движутся, вы говорите, да, нужно в любом случае им сесть поговорить. Но когда сосредоточены они на таких вопросах, как вот шар аэростат, все-таки это, возможно, был там научный аппарат, с другой стороны, говорят, спутники все это дублировали. С другой стороны, еще один момент, который активно сейчас обсуждают, это вопрос с ТикТоком. Популярный китайский сервис ТикТок — это угроза для национальной безопасности США, считает так сенатор-демократ Майкл Беннет. И он призвал Apple, Google убрать популярное приложение из своих магазинов. И ранее Конгресс уже запретил ТикТок на устройствах федерального правительства из-за опасений, что программа для публикаций коротких видео может использовать смартфон для сбора данных об американцах или продвижения китайских интересов. А чего будут США, вот на чем еще будут сосредотачиваться США, чтобы отказаться от каких-то, возможно, китайских услуг? На чем еще может быть, вот что следующее может быть в вопросе отношений Китая-США, обо что споткнуться? Да, вы правильно подметили. Вот этот тренд по поводу ТикТока — это все элемент более глобального процесса, который связан с технологической конкуренцией между двумя странами. Соединенные Штаты уже предприняли в конце прошлого года ряд мер, направленных на то, чтобы ограничить доступ китайских компаний к чипам, которые произведены с участием американских технологий и патентов. Все это должно подорвать с точки зрения Вашингтона вот это технологическое лидерство, которое потенциально может возникнуть сейчас у Китая. Китай со своей стороны пытается защититься и пытается реплицировать, выстроить копию вот этих всех заводов и технологических процессов, завязанных на создании микросхем, чтобы снизить свою зависимость от американских и тайваньских фирм. И эта зона, эта зона передовой конкуренции, она гораздо более важна для стран, чем все остальные, допустим, торговые противоречия, или вопросы, связанные с инвестициями и так далее. То есть то, по тому, как будет согласовываться взаимодействие в этой сфере, насколько страны будут друг друга ограничивать, не допускать на свои рынки представителей компаний противоположной стороны, это будет маркером того, насколько диалог также движется к какой-то форме. Вот чего не хватает в этой сфере сейчас, это не хватает определенных правил взаимодействия. Скорее всего, и там, и там осознают, что надо ограничить эти сферы, надо поставить их под контроль своих собственных служб безопасности, поскольку они очень сильно влияют на состояние национальной безопасности и таким образом сильно влияют на интересы данных стран. Поэтому это передовая сфера, в которой им надо урегулировать способы построения взаимоотношений. Возможно, сформировать какие-то правила. И это должно было также быть предметом разговора между Блинкином и руководством Китая вот на этой встрече. Ну, надеюсь, еще поговорят. О безопасности вы сказали как раз в продолжение темы, которую моя коллега Аня начала. Уильям Бернс, директор Центрального разведывательного управления, вообще один из самых, наверное, публичных и упоминаемых в прессе директоров ЦРУ за последние десятилетия, он сделал важное заявление в адрес Китая на днях, еще до всякого аэростата. Сказал, что надо быть предостерег мир и свою страну от недооценивания амбиций Си на Тайвань. И конкретно сказал, что по данным разведки, команда о начале вторжения дана на 2027 год. Все-таки у китайцев несколько иначе время идет политическое. Тем более товарищ Си обезопасил себя в этом смысле. В 1927 году он точно будет возглавлять, если будет жив и здоров, Китайскую Народную Республику. Так вот, зачем эти заявления? Зачем директор ЦРУ об этом говорит еще и так публично? Ну, давайте проведем аналогии между тем, как американцы предупреждали о потенциальном нападении России на Украину и тем, как они сейчас говорят касательно Тайвана. Действительно, это месседж, это важный месседж, который может быть использован как временное средство защиты, предупреждение противоположной стороны о том, что ее планы известны и о том, что если страна, которая вынашивает такие планы, попытается перейти к их непосредственной реализации, ее ждет подготовленный отпор. И неразумнее ли будет отказаться от таких сомнительных планов для того, чтобы избежать ненужной конфронтации? Вот, я думаю, это в первую очередь такая идея. С другой стороны, она поднимает уровень беспокойности у стран-соседей, которые очень зависят от ситуации вокруг Тайваня, да? Так же, как и европейские страны, зависят от стабильности в Украине. Поэтому, да, это будет также средством для того, чтобы мобилизировать своих сторонников в регионе, сплотить их вокруг американского лидерства и формировать какую-то комплексную многостороннюю программу для того, чтобы поддержать Тайвань и укрепить его обороноспособность. То есть, действительно, эти шаги довольно важные. Хотя, как мы видим на примере России, для диктаторских режимов они не всегда продуктивны. В российском кейсе, я думаю, это все-таки было связано больше с тем, что Путин получал неадекватную информацию о том, как на самом деле обстоят дела в Украине, внутри Европейского Союза и так далее. То есть, все мы это уже четко понимаем, что информация, которая поступает к нему, искажена. Если вы меня спросите, какая информация поступает к Си Цзиньпину, я вам на этот вопрос, естественно, не отвечу. Я этого не знаю. Но поскольку интенсивность контактов китайского лидера после, скажем, во второй половине 2022 года постепенно возрастает, я думаю, у него появится возможность иметь информацию из разных источников, в том числе общаясь с лидерами других стран. Поэтому мы можем надеяться, что этот сигнал будет правильно прочитан в Пекине и интерпретирован так, как это будет выгодно для всех нас, живущих на планете. Дмитрий, ну да, если в России мы тоже о том, что Путина плохо информируют, его разведка и его аналитики, мы узнали после начала вторжения. Но мы точно знали, что российское общество уже давно накачивается против Украины и милитаризмом, и этими нарративами, идеями. А что относительно китайского общества? Все-таки как-то работают ли государственные медиа, работают ли агентства в том смысле, что и общество подготовить к подобному уже вторжению только на Тайвань? К сожалению, в Китае с этим ситуация обстоит абсолютно не лучше. Дело в том, что там медиа тоже плотно контролируется и цензурируется государством, и медиа используется как ресурс для того, чтобы продвигать в обществе интересующие власть нарративы. Эти нарративы в том числе связаны с тем, что Америка позиционируется как главный враг для Китая, и на нее возглавляются все ответственности и все беды за все конфликтные и проблемные ситуации, которые возникают на земном шаре. То есть ее гегемонизм противопоставляется китайской позиции, которая представляется мирной, миролюбивой, направленной на развитие, носящий позитивный характер. И вот это все в общем итоге укрепляет уверенность средовых китайцев о том, что Китай движется, во-первых, по правильному пути, а во-вторых, мешают ему в этом движении именно Соединенные Штаты. И да, это не очень хорошо. Говоря о движении Китая и США еще, наверное, где-то год назад, полтора года назад, все аналитики говорили, до 2030 года две сверхдержавы на планете этой существуют. Это США и это Китай. Учитывая развязанную войну Российской Федерации, учитывая, как все поменялось на протяжении вот этого последнего года, как думаете, насколько сохранится вот эта позиция двух этих сверхдержав, до какого периода? Можно ли что-то сейчас прогнозировать, какие-то сроки озвучивать? Вы знаете, если смотреть на это в экономическом разрезе, потому что именно экономические параметры в первую очередь используются для оценки потенциала тех или иных стран. Даже если у них недостаточно на данном этапе определенных военных ресурсов, то экономический потенциал через определенный период, среднесрочный, скажем, может помочь конвертировать существующие производственные мощности в какие-то военные инструменты проектирования силы. И с этой точки зрения есть также очень большой потенциал у такой страны, как Индия. Она довольно динамично растет. У нее как бы своя... Мы ведем речь о периоде 2030-й год. Председатель Си в ближайший месяц отправится в Россию. Мы об этом упомянули. Что это за визит? Почему сейчас, когда так мало мировых лидеров лично посещают Путина, председатель Си решил это сделать, учитывая, что его уж визит точно будет интерпретироваться всем миром. Россия называет этот визит самым главным событием двусторонних отношений в наступившем году, то есть прямо в январе, феврале, то есть это событие произойдет. Зачем Си едет? Что нам ждать конкретно в преломлении к войне, развязанной Россией в Украине от этого визита? Это очень щекотливый вопрос. Дело в том, что это, скорее всего, связано с личным восприятием Си Цзиньпина России как страны-партнера. Надо вспомнить, что и свой первый визит после избрания на пост, кажется, в 2012 году и в 2017 он делал в России. То есть, по сути, у него уже есть такая традиция. Абсолютно. Смотрите, в ноябре Си Цзиньпин был переизбран на руководящие посты внутри партии. Си Цзиньпин и его ставленники. А в марте он будет переизбран на руководящие посты внутри государства. То есть, он перезапустит всю свою легитимность и полноту власти и после этого осуществит государственный визит в Россию по приглашению в Россию. И да, вы, кстати, в репортаже сказали, что это пока что приглашение в Россию, на которое в Китае не дали однозначный ответ. Если он туда поедет, я имею в виду Си Цзиньпин, это будет очень четкий сигнал, что он будет продолжать ту политику балансирования с Россией, которая была раньше. Будет ли это какое-то дополнительное сотрудничество, сказать пока что сложно. Но уже тенденция к этому прослеживается. То есть, помимо экономического сближения, есть признаки того, что Китай дополнительно осуществляет некие военные поставки или поставки продукции двойного назначения в России. Естественно, это очень плохой тренд, очень плохая тенденция. И для нас, в наших национальных интересах, я имею в виду Украины, очень важно, чтобы возобновился диалог между Китаем и Соединенными Штатами. И если он возобновится, это, я думаю, поможет сдерживанию развития взаимоотношений между Китаем и Россией. Дмитрий, ну в самом конце, вот вы сказали, стратегический партнер. А правда Россия для Китая партнер, а не гигантская, неповоротливая, аппетитная корова, которую можно и доить, а при желании и съесть? Вы знаете, ситуация очень многослойная. Дело в том, что да, с экономической точки зрения, это действительно корова, которая раскорячилась из-за того, что она попала в неудобное для себя положение, сама себя так поставила, и теперь ее все используют. Но, с другой стороны, у Китая есть свое восприятие того, как должны быть построены мировые международные отношения. И вот Китай, в том числе, развивая такое сотрудничество с Россией, делая вот такую многовекторность, он как раз пытается продемонстрировать вот эту модель, пытается остальные страны подтолкнуть к тому, чтобы они следовали его примеру. Но это уже тема отдельного разговора. Да, действительно, тема отдельного разговора, и неоднократно мы будем обсуждать этот вопрос. Дмитрий, вам говорим огромное спасибо за аналитику сегодня. Дмитрий Ефремов, эксперт Украинской ассоциации китай-ветов, был с нами на связи, обсуждали мы отношения США и Китая.